Сезон летних отпусков, школьных каникул, а также активного отдыха жителей региона является фактором риска повышенной аварийности на дорогах. Здравствуйте! В эфире телевизионная служба автомобильных дорог и я, ее ведущая, Татьяна Головина. Продолжаем поднимать важные темы о качестве дорог и безопасности на них, говорить об участниках дорожного движения и их поведении на дорогах. И, конечно, инспектировать не только строящиеся, но и уже отремонтированные объекты дорожной инфраструктуры. Сегодня в программе. Что такое СИМ и каким правилам следует при их эксплуатации? Лаборатория безопасности. Друг и помощник юных камчатцев. Национальный проект безопасной и качественной дороги. А также улица Солнечна. Полгода после капитального ремонта. Использование электросамокатов сегодня стало популярной альтернативой автомобилям и общественному транспорту. В то же время с их использованием связан ряд сложностей. Часто они становятся помехой для других участников движения или источником опасности для пешеходов. А это значит, что мы готовы поднять тему безопасного использования электросамоката в черте города. Снег растаял и наступили теплые дни. И многие жители города Петрованско-Камчатского пересели на средства индивидуальной мобильности. Кто-то использует такой вид транспорта для активного отдыха, а кто-то в общественной жизни для того, чтобы добраться до места работы или попросту съездить в магазин. Но является ли безопасным такой вид транспорта на дорогах? Электросамокаты. Этот вид средств индивидуальной мобильности в регионе не первый год пользуется популярностью как у детей, так и взрослых. Мы нашли настоящего любителя и коллекционера такого вида транспорта. Ярослав живет в Петропавловске и предпочитает передвигаться по улицам города исключительно на самокате. Ярослав, расскажите, вы давно пользуетесь самокатом? Тоже, лет 300, наверное. Ну, как минимум, очень давно служит верой и правдой. А почему вы брали именно такой вид транспорта? Ну, у меня их несколько как бы. Поэтому мне гораздо более удобно, потому что экономия раз, меньше нервов и всего остального, да и расход. По городу гораздо лучше тратится, чем нежели на автобусе. Ну, короче, сплошные плюсы. То есть вы его используете как личный мобиль для своих потребностей? Это гораздо быстрее, чем стоять в пробках. А что там с мерами по технике безопасности? Поинтересовались мы у опытного водителя. Сам Ярослав относит себя к числу законопослушных участников дорожного движения. А вы где чаще передвигаетесь? Часто ли по тротуарам или используете только проезжую часть? По дороге нет. Именно больше по тротуарам катаюсь, где пешеходы ездят и ходят. Вот. Так что в основном только тут катаюсь и все. Мужчина продемонстрировал, какими опознавательными сигналами оснащен его транспорт. И отметил, каждый, кто использует подобные электросамокаты, всегда должен помнить не только о своей безопасности, но и безопасности других участников дорожного движения. Вот. Тут звонил, какая-то была. Она поломалась. А ну как? Да, вон она. Вот. Но есть штатная, которая есть? Вот. Заводская. Вот тут есть еще поворотники. Вон для воротники, поворотники, подсветка есть. То есть можно спокойненько кататься даже, показывать, что ты катаешься. Вот. А если включить наверх, там синенькая. Ну, чтоб тебя хоть чуть-чуть было видно. И вон там, вон, вон этот. И с той стороны тоже самое свет. По-моему, горит. Не вижу отсюда. По-моему, он горит. Горит, да. Ну, яркое освещение, его не видно. Ну, классно. Вы как полноценный водитель транспортного средства. Ну, как бы он и покупался, потому что это тоже транспорт, и можно кататься. Ну, шлемафон надеваете и все остальное. А на него не требуется, да, никаких документов? Нет, на него не требуется права. Потому что здесь киловатник, и здесь киловатник. Все в рамках закона. Спасибо за правильный пример, Ярослав. Итак, не создавать аварийных ситуаций, использовать защитный шлем, соблюдать скоростной режим, иметь исправное техническое состояние транспортного средства. Между тем, для водителей СИМ официально существует писанных свод правил и наказание за их нарушения. Все это закреплено в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях и главе 24 правил дорожного движения Российской Федерации. Правила передвижения на СИМ в зависимости от возраста разные. Детям до 7 лет разрешается ездить на СИМах только в сопровождении взрослых и только по тротуарам. Пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также пешеходным зонам. С 7 до 14 лет дети могут использовать тротуары, пешеходные зоны и велодорожки самостоятельно. Все, кто старше 14 лет, уже имеют право выезжать на проезжую часть, но только в крайнем случае, когда отсутствуют тротуары и пешеходные зоны. При этом движение разрешается только по обочине, а именно по правому краю проезжей части и по тем дорогам, где скорость ограничена до 60 км в час. Чтобы управлять СИМами по правилам и не навредить себе и другим участникам дорожного движения, нужно соблюдать следующие ограничения. Скоростной режим не более 25 км в час. СИМ должен весить не более 35 кг, если на нем передвигаются в местах, предназначенных для пешеходов. Это ограничение предусмотрено с целью снижения получения тяжелых травм. На тротуарах и пешеходных зонах пешеход главный. Его приоритет закреплен правилами, поэтому при совместном движении водителями СИМа необходимо замедлиться до скорости шага пешехода. На пешеходном переходе водителям СИМ нужно спешиться и катить свое транспортное средство рядом. Важно, что на электросамокате нельзя катиться вдвоем. Это не предусмотрено его конструкцией. При движении на СИМе Госавтоинспекция рекомендует использовать средства защиты шлем, наколенники и налокотники. И в темное время суток – световозвращатели. За нарушение правил дорожного движения водителям СИМ грозит штраф в размере 800 рублей. За создание помех другому транспорту – 1000 рублей. При наезде на пешехода или вождении состояния опьянения сумма штрафа от 1000 до 1500 рублей. Будьте внимательны и, конечно, уважайте других участников дорожного движения. А мы продолжаем. Нет ничего важнее детской безопасности и жизни. Поэтому формирование культуры правильного поведения подрастающего поколения на дорогах – одна из важнейших задач и, более того, приоритет в работе правительства региона. Знанием ПДД детей учат с детского сада. Задействованы родители, воспитатели, педагоги и даже волонтеры. Зеленый нам горит на нашей велодорожке. Проезжай смело. Специально оборудованная велодорожка, приближенная к реальной, с пешеходными переходами и макетами светофоров. Здесь, на территории Камчатской детской краевой библиотеки, в Петропавловске, появилось не случайно. У воспитанников детского сада номер 15 – занятие по изучению ПДД. Научили управлять самокатом, научили управлять велосипедом, дали общие правила для самокатчиков и велосипедистов. Изучили знаки дорожные, изучили общие правила пассажиров немножко и устроили детям праздник. Мобильная лаборатория безопасности – это не просто автомобиль, а настоящий друг и помощник детей в изучении правил дорожного движения, который появился на Камчатке почти три года назад. Программа нацелена на снижение числа аварий с участием детей и активно работает в этом направлении. Но прежде чем приступить к занятию и выйти на велодорожку, маленьким участникам дорожного движения необходимо пройти инструктаж, взять самокат и надеть защитный шлем. Таким образом, ребята на практике узнают, как должен вести себя на дороге не только пешеход, но и водитель самоката или велосипеда. Ребята, забелые линии. Как, ребята, меняетесь? Надо давать стоп-линии, не выезжаем туда, восхищаются. В самом здании детской библиотеки тоже шумно. Здесь организована еще одна образовательная площадка, чтобы ребята повторили знания о дорожных знаках, вспомнили теорию о правилах езды на велосипеде, приняли участие в соревнованиях, где, конечно, победила дружба. В рамках нашей работы с библиотекой, с подготовительными группами детского сада, вот такие ежегодно проводятся мероприятия в рамках безопасного лета. Конечно, детки усваивают все только через игровую форму, поэтому, конечно, по максимуму мы пытаемся донести эти знания в игровой форме. Педагоги детского сада тоже по достоинству оценили работу мобильной лаборатории. Очень понравилась именно практическая часть, где ребята смогли участвовать как пешеходы и как водители, особенно вот на самокатах. Это было просто замечательно. Большое спасибо организаторам. Это очень здорово. Именно вот это мероприятие, которое делают лаборатория безопасности, для детей просто замечательно, когда они в движении и в активности познают правила дорожного движения, лучше усваивается, лучше понимается у них. Добавим, мобильная лаборатория безопасности – это федеральный проект, который реализуется с 2017 года по поручению президента России Владимира Путина на все территории нашей страны. Елизава, Мирькова, Усть-Камчатск, Вилючинск. За три года работы мобильный комплекс побывал в разных районах полуострова, куда можно добраться по автомобильной дороге. Для того, чтобы в увлекательной форме донести до подрастающего поколения необходимость соблюдения правил дорожного движения. Национальный проект безопасной и качественной дороги, как мы помним, инициирован президентом страны Владимиром Путиным и направлен на безопасность дорожного движения. Проект успешно реализуется на Камчатке с 2019 года. То есть это уже десятки обновленных участков и километры нового дорожного полотна. Мы решили, что будем инспектировать не только свежевыполненный ремонт в рамках национального проекта, а проверять качество работы, в том числе и по стечению времени. Мы заехали на улицу Солнечная, которая была отремонтирована в 2023 году. И хотим собственными глазами посмотреть, в каком же она находится состоянии после продолжительной зимы. Мы проехали почти два километра пути. И все это время они обнаружили ни единой ямы, ни единой трещины. Ну, чтобы не быть голословными, давайте спросим еще мнение жильцов. Раньше какой она была? Чего не хватало? Не хватало? Хватало тротуара и остановок нормальных. А сейчас вот зима прошла? Сейчас вообще отлично. А вы водитель? Конечно. И есть где пройти пешком, и есть где проехать. А то прям была беда и проблема. Все хорошо, да? Раньше дорога была в ужасном состоянии. Было много ям. Приходилось объезжать. Иногда даже на встречную полосу уезжать. Сейчас дорога в отличном состоянии. Спасибо, что ее в том году отремонтировали. Зима прошла, асфальт ровный, пешеходный переход есть. Автобусные остановки все ли у местных жителей? Автобусные остановки все. Они остеклили их. Но сейчас остеклили хорошо, хорошим стеклом. Так что спасибо им. Спасибо вам, что вы это просвещаете и показываете. С самого начала ремонта и до его завершения за объектом производился строгий контроль со стороны межведомственной комиссии. По прошествии времени улица Солнечная до сих пор находится под пристальным вниманием городских депутатов. Мы несколько раз встречались с подрядчиком, с представителями прокуратуры. Выезжали депутаты как городской думы, так и законодательного собрания. Были также представители администрации. Подрядчик, надо сказать, очень подробно рассказывал о ходе ремонта. И были вопросы, которые задавали жители в процессе проведения ремонтных работ. Они касались установки ливневых канализаций, потому что здесь достаточно такое гористое место. И во время дождей, во время стоковод жители испытывали определенные неудобства из-за того, что были такие заводнения. Сегодня я проехала еще раз по этой территории. То есть объект был сдан в срок. Качество полотна на данный момент не вызывает нареканий. Общалась также с жителями по поводу данного участка дороги. Они очень довольны, выражают благодарность за то, что их включили в этот проект. Еще одним поводом проведения ремонтных работ здесь на Солнечной послужила перспектива строительства уже в ближайшем будущем дороги, которая соединит ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Дороги, которая позволит разгрузить транспортную артерию южной части Петропавловска. Эта дорога существует много лет уже. Практически до ТЭЦ-2 ее строили. На этой дороге никогда не было тротуаров. И эта дорога никогда не была 8 метров шириной. Местами, да, согласен, она была где-то 7, где-то 8, где-то 9. Но вот бордюр таких не было. Значит, на сегодняшний день мы установили дорожки, гранитные бордюры, новую ливневку, потому что старая ливневка была сделана в 70-е годы, и, конечно, она пришла в негодность. Тем более, что вы видите, здесь существует первый контур ТЭЦ-2, по которому здесь и происходят сбросы и так далее. На Солнечное была опробована новая технология монтажа ливневых колодцев, которая ранее не применялась. Это позволило повысить и сносостойкость всего конструктива, говорят специалисты. Что, согласитесь, вселяет надежду на то, что дорога и дальше прослужит достаточно много времени. Вот зима прошла, и, ну, я так вижу, что особых на льму проехали, посмотрели. Особых нареканий к этому сооружению на сегодняшний день нет. Эксперт заверил, что все ремонтные и строительные проекты разрабатывались с учетом климата, снеготаяния и сейсмики. Объект до сих пор находится на гарантии в течение трех лет с момента завершения работ. Национальный проект безопасной и качественной дороги активно продолжает свою работу на территории всего региона. Он нацелен на строительство и качественный ремонт дорожной инфраструктуры по всему краю. Ну что, сегодня специально для вас, перед началом летнего сезона, мы узнали, как правильно пользоваться электросамокатами и чем может грозить нарушение ПДД во время его использования. Познакомились с волонтерами лаборатории безопасности, которые строго следят за тем, чтобы как можно больше юных камчатцев стали грамотными участниками дорожного движения. Проверили еще одну дорогу на безопасность и качество. Побывали на отремонтированной в прошлом году улице Солнечной. На этом пока все. Телевизионная служба автомобильных дорог. Держим руку на пульсе. С вами была Татьяна Головина. Встретимся в новом эфире.